Все мы знаем, как в Блице важно фармить серебро. Надежный прем танчик лишним в ангаре уж точно не будет. По этому случаю в моем телеграм канале постоянно проходят розыгрыши прем танков и сундуков. А вот прямо сейчас я разыгрываю 7 премов. Победить может каждый. Для участия необходимо подписаться на мой телеграм и нажать кнопочку участвую. Результаты розыгрыша будут 14 сентября. Выиграть тот танк, который у тебя есть, ты не сможешь. С каждым победителем я связываюсь лично, предоставляю список танков и начисляю тот, который он выберет. Поэтому выиграть танк, который у тебя есть, не получится. Ссылка на мой телеграм в описании. Не стесняйся и участвуй. Всем привет, дорогие друзья. С вами Аверпер Геймс. И сегодня мы с вами посмотрим на ультрапотную зарубу, в которой даже противники начали болеть за нашего главного героя. Бой получился действительно необычным и интересным. Я вообще сейчас стараюсь по минимуму закидывать реплеи на этот канал. В основном я все это делаю на рутуб, на дзен. Наполняю, так скажем, все это контентом. На ютуб выкладываю только самые действительно лютые побоища. Поэтому я вас очень попрошу, поставьте этому видео, пожалуйста, лайк и помогите мне в продвижении моего канала. Потому что в последнее время ютуб очень сильно меня, скажем так, обделяет вашим вниманием и, можно сказать, практически совсем выкинул меня из рекомендаций. Но я не унываю, я продолжаю делать для вас разного рода интересные видосы. Хотя что-то меня куда-то уже не туда, по-моему, понесло. В общем, ладно, в любом случае, спасибо за то, что смотрите и давайте уже наблюдать. Наш герой вместе со своими тяжами, да и в принципе вместе со всей своей командой приехал на направление ТТ. И тут, как говорится, нужно ковать пока горячо. Три тяжа противника тусуют слева. Е3 решил их, судя по всему, объехать с кормы. Но на его пути повстречалась легендарная, теперь уже коллекционная бабаха. По которой он вполне удачно впердолил почти на 800 и оставил эту негодницу шотной. Жалко, конечно, что она тусует здесь. Было бы очень круто, если бы удалось зайти к тяжам прямо в кормушку. В их рядах посеялась бы паника и они довольно-таки быстро улетели бы в ангар. Но, к сожалению, здесь тусовалась бабаха. Кстати, здесь справа в городе еще несколько ПТ тусуются. Поэтому, наверное, даже и хорошо, что наш Е3 не поехал прокатывать к тяжам. В любом случае, он довольно-таки неплохо здесь стоит. Нашел такое вот рыбное место, прикормил противников и что-то даже удается настрелять. Жалко, что по АМХ не залетело. Но то такое, как говорится, и так сойдет. Дальше будет больше. 268 выкатывает справа. Наш герой аккуратненько на мягких лапках просаживает его на 712. Хорошо, счет пока что 1-2, но вроде бы пока что каким-то турбосливом не пахнет. Хотя вот 268 набрался наглости, выкатил прямо, прямо так, знаете, прямо супер-мега агрессивно и минусанул нашего тиммейта. Хорошо, по нему залетает. Е3 его наказывает за такую вот наглость. И для того, чтобы минимизировать ему шансы на пробитие, встает с ним в клинч, перекрывает своим стволом его прицел и, собственно говоря, без потери в хп, отправляет этого наглеца в ангар. Сзади тем временем пошел бодрый раш. ИС-7 и АМХ поехали уже в кормушку к нашим тяжам. Ну и, собственно говоря, именно с этого момента начинается Сливчанский. Хорошо, залетает по ИС-7. АМХ выезжает для того, чтобы прострелить. К счастью, дает не пробитие. Счет уже 2-4. Естественно, Е3 сдает назад заблаговременно. Можно минусануть ИС-7. Да, великолепно. Минус ИС-7. Противники немножко со своей атакой захлебываются. Но в любом случае счет 2-5. И Е3 остался один против четырех противников. Потому что последний его союзник стоит АФК. Тем временем Бабаха пытается что-то там выцелить. Но, к счастью, дает не пробитие. АМХик, видимо, хотел было под шумок пристроиться к корме. Но наш герой очень грамотно распределяет свое внимание. Танканул Бабаху, развернулся. Танканул АМХа. И понимая, что Бабаха здесь наиболее опасный противник. Да и к тому же она шотная. Все-таки принимает решение поехать именно в нее. Великолепно. Удаются танкануть аж сразу 2 выстрела. А там еще ИС-4 пристраивается. Но, к счастью, минус Бабаха. Вражеский 114 СП-2 под шумок поехал отстреливать нашего АФКшника. То есть, такой вот, знаете, хитрец. Решил поехать и по АФКшному настрелять. Но он не учел одну простую вещь. А что если Е3 сейчас возьмет и просто размотает его тиммейтов? Видимо, 114 не брал такой исход в расчет. И на самом деле зря он это не продумал. Потому что, смотрите, АМХ совершает какую-то дичь. Он, видимо, упоролся в надежде на то, что ИС-4 его как-то поддержит. Но ИС-4 стал АФК. АМХ словит фугас кормушкой и остается шотным. При этом он ни разу нашего бойца не пробил. Вот ИС-4 немножко вроде бы как отлагал. Но сейчас важно минусануть именно АМХ. Минусануть ствол. Да, хорош. Минус АМХ. ИС-4 под адреналином. Дает второй выстрел непробития. И откатывается назад. Конечно же, наш герой сейчас будет его стараться разобрать. Само собой, ему нужно минусовать ИС-4. Но вот так вот выкатывать под него опасно. Боится ИС-3 выкатить в ИС-4 и получить в НЛД пробитие. Поэтому приходится вот так вот по зеркалам заднего вида сдавать немножечко назад. И выцеливать серый пиксель, в который не залетает. ИС-4 к этому времени АФК. А вот, кстати говоря, подъехал ИС-114. ИС-114 хотел было, по-моему, поначалу нашего бойца объехать слева через горку. Но, поняв, что ИС-4 временно покинул это побоище, тоже начал сдавать по зеркалам заднего вида, дабы не попасть под горячую руку. И вот тут наш герой делает абсолютно правильный выбор. Он, понимая, что нужно минусовать в первую очередь не АФКшного, поехал и нагленько так упоролся в этого негодника. Да, к сожалению, пришлось получить по себе пробитие, но на этом, в принципе, я думаю, песенка 114 спета. Пытается он что-то там выцеливать, точнее пытался. Ничего у него не вышло, поэтому пришлось улететь в ангар. Вот, что называется, поехал сперва минусовать АФКшника. Надо было, на мой взгляд, приехать и помочь своим ненадежным тиммейтам. 10к пишет наш герой, но времени до конца остается буквально 50 секунд. И не знаю, успеет ли он его добрать или нет, но наш герой очень сомневается в том, что ему хватит ДПМа для того, чтобы забрать практически фулового ИСА-4. Надеюсь, вы обратили внимание на чат. Там очень много лестных комментариев пишут даже противники нашему бойцу. Ну и, собственно говоря, да, действительно, я считаю, что то, что он здесь устроил, это достойно похвалы. Хорошо, залетает фугас на 1136 и все, ИС-4 остается шотным. Понятное дело, что никаких вариантов на победу у него уже нет, так что придется ему смиренно улетать в ангар. Собственно говоря, так оно и происходит. Вот так вот, дорогие друзья, Такой вот, казалось бы, сливной бой, который наш герой благодаря своим грамотным действиям и холодной голове, ну плюс, конечно же, и противники очень жестко ошибались, ИС-4 вовремя за АФК шел, 114 СП поехал минусовать нашего АФКшника, в общем-то и сумел одержать победу в этом красивом бою. Согласитесь, 11 тысяч урона для рандома. Это вообще далеко не шутка. Действительно, это большой урон даже для какого-нибудь режимчика. И вообще, на моем канале таких боев, ну в плане такого урона, их буквально по пальцам можно пересчитать. Обязательно пишите, что думаете насчет всего этого. Обязательно подписывайтесь на канал, залетайте в мой телеграм, на котором постоянно проходят розыгрыши. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok